Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня суббота, 25 февраля, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к римлянам, 14 главу, с 19 по 26 стих. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверь, а все, что не поверь, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явленная через Писание пророческие по повелению вечного Бога, возвещена всем народом для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. Итак, братья и сестры, мы с вами все ближе и ближе к Великому посту. Вот уже завтра прощенное воскресенье. И мы с вами говорили о том, что несколько воскресений перед постом являются подготовительными. Вы об этом, наверное, и так хорошо знаете. Но Святая Церковь через и евангельские чтения, и через апостольские чтения нас готовит к приближающемуся Великому посту. Очень многие отрывки, если вы помните, посвящены были теме пищи. И, в общем-то, сегодняшний отрывок во многом не исключение. И завтрашний отрывок тоже, в общем-то, из посланий к римлянам будет тоже посвящен так или иначе теме пищи. Но предыдущие отрывки, если помните, были из послания к коринфянам. Итак, что же здесь говорится? Еще раз почитаем. 19 стих. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Я напомню сразу, братья сестры, что синодальный перевод здесь все время допускает такую ошибку, как будто бы вроде бы несущественную, но при этом очень принципиальную. Все время вот там, где назидание или назидает, должно стоять слово созидает. Речь идет о конструктиве, о созидании, понимаете, о чем-то, что приносит действительно рост, приносит пользу. Помните, все мне позволительно, не все полезно, все мне позволительно, и синодальном переводе, но не все назидает. Мы об этом говорили неправильно. Но не все созидает. Потому что речь не о назидании, не о том, что кто-то кого-то назидает, там, норовоучает, чему-то учит. Не в этом смысл этого слова. А в том, что что-то созидает или не созидает. Вот как раз к вопросу о разных переводах, о том, что действительно нету идеального перевода, а просто каждый перевод где-то может быть окажется лучше, а где-то хуже. Поэтому ни одному переводу нельзя отдавать предпочтение на то, он и перевод. Итак, значит, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному созиданию. То есть нужно всегда думать о том, чтобы сохранялся мир и чтобы сохранялось взаимное созидание, чтобы церковь созидалась, чтобы конкретный человек созидался, его внутренний человек. И дальше Павел объясняет, как раз это на примере пищи. А ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который есть на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Вот, опять же, на примере этой самой пищи. Вы помните, что это та проблема, о которой и в послании к Римлян, и в послании к Коринфянам много было написано апостолом Павлом. Проблема идоложертвенного мяса. Есть его или не есть. Вот мясо, посвященное идолу, тому или иному богу языческому. Можно ли его вкушать? С одной стороны, принципиально, Павел, помните, что говорит, идол – это не что, это выдумка, это образ, это фантазия некоторая. Поэтому, ну, мало ли кто что посвящает чему-то нафантазируемому, чему-то выдуманному. Что ж теперь, как говорится, к этому серьезно относиться? Поэтому, в принципе, берите и кушайте, да, «Господня земля, исполнение я». Помните, это в прошлую субботу такой был отрывок, где Павел дважды употребляет вот эти слова «Господня земля, исполнение я». Но, но, получается, что, несмотря на то, что принципиально ничего страшного в том, чтобы есть это жертвенное мясо, нет, нельзя делать чего бы то ни было, в том числе кушать то, что принципиально разрешено, если это соблазняет кого-то, да. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, все чисто, для чистого все чисто. Помните, в послании и к Титу, и здесь в послании и к Римлянам есть такие слова, что «ничего самого по себе нечистого нет, а если только кто-то почитает это нечистым». Вот о чем идет речь. Здесь повторяется эта мысль. Все чисто, но худо человеку, который есть на соблазне. Вот подумай о ближнем, да, исходи из принципа любви. Помните, мы о чем говорили, что есть принцип свободы. В христианстве он не зыблем, но есть принцип любви, который выше. Единственное, ради чего можно поступиться принципом свободы, это принцип любви. Извне никто не имеет права ограничивать христианскую свободу. Помните, Павел пишет об этом не так давно, мы тоже читали отрывок. «Зачем моей свободе быть судимой чужою совестью?» То есть, с какой стати чужая совесть, немощная, причем там шла речь о немощной совести, должна судить мою свободу. С какой стати? То есть, речь не о том, что кто-то чужой имеет на это право, внешний. Не речь идет о том, что христианин сам, по своему собственному желанию, исходя из своей осознанности любви, может ограничить свою свободу, может пожертвовать ею ради созидания, ради любви, ради пользы общины или брата своего, и не соблазнить немощного брата, не подтолкнуть его к какому-нибудь там, может быть, внутреннему краху, когда он, допустим, либо, увидя свободу твою, соблазнится в том плане, что скажет, как же так можно делать, потому что его совесть к этому не готова. Или же он решится так же поступить, а завтра уже он себя осудит, потому что это же было не его сформированное решение, он просто за тобой в этот момент пошел, а потом опять вернулось его прежнее состояние, и он начал себя обличать, грызть, как я так мог, как я мог съесть этот кусок мяса, да, несчастный. Поэтому не нужно немощных братьев вводить соблазн, да, пожалейте немощных братьев, говорит апостол Павел, ради любви ограничьте свою свободу. Никто вам ее ограничить не может и не имеет права, но вы сами ради любви ограничите. И дальше он опять об этом пишет. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего братва притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Вот принцип внутренней свободы и внутреннего доверия Богу, да, о чем Павел пишет. Ты имеешь веру? Прекрасно. Если у тебя вот есть эта цельность, эта вера, эта свобода, то имей ее в себе перед Богом. Конечно, если ты с Богом имеешь отношение, да, ты ощущаешь его присутствие, у тебя есть ощущение вводимости Духом Святым, да, того, что Господь действительно с тобой, ты Ему доверяешь, то имей это в себе, конечно же. Здесь тебя никто не осудит, если ты в конечном счете сам к этому пришел в своих отношениях с Богом. Поэтому и написано, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Ты что-то избираешь и не осуждаешь себя в этом. И никто другой не имеет в конечном счете права этот суд произносить над тобой. Но это может повредить другому. Мы дальше 23 стих. Сомневающийся. Если ест, осуждается, потому что не поверишь. А что не поверит, то грех. То есть если ты не сомневающийся так делаешь, то отлично, потому что блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Никакой проблемы нет. Но если тот, кто сомневается, немощный брат, он не знает, есть, не есть, делать, не делать можно, нельзя. И вдруг он раз вместе с тобой сделал это, а потом, ну у него же сомнения никуда не делись, и он взял и съел, взял и сделал что-то, что считал нельзя делать. А потом раз и осуждает сам себя. И это будет не по его вере, а что не поверит, то грех. Да, если он еще в этом не утвердился, то он обязательно потом начнет себя за это грызть, потому что у него не сформирована эта вера, эта позиция. А что не поверит, то грех. Действительно, он сам себе этот грех вменит и будет себя за это съедать. Вот о чем идет речь. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из послания апостола Павла к Римлянам, 14 главу, с 19 по 26 стих. Также напоминаю необходимость для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада, утешение и наставление. Храни вас всех, Господь. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин